МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... В Нальчике стартовала общественная акция «Помоги собраться в школу». Ее поддержала городская мэрия. Пункты по сбору учебных принадлежностей и одежды для будущих первоклассников уже открылись. Желающих принять участие в благотворительном деле, организаторы призывают купить констовары, учебники и другие предметы школьного обихода, либо взять шефство над конкретной семьей и целенаправленно оказать поддержку. Список тех, кому нужна помощь, есть в отделе по делам молодежи и общественных объединений администрации Нальчика. Подробности можно узнать по телефону 47 46 96. А сейчас о том, что обсуждают блогеры и активные пользователи сети интернет. Осман Казаков и его рубрика «О чем говорят». Осман, здравствуй. Лена, доброе утро. А рубрику хочу начать с вопроса, как по-твоему выглядит настоящая Нальчанка? Ну, сложно представить. Наверное, очень красивая. Интернет-портал Smart News составил портрет жительницы Нальчика. По мнению журналистов, самая главная характеристика столичных дам – высокие каблуки, причем независимо от возраста, комплекции и времени суток. Особо не подчеркнули осанку. Нальчанка, даже если опаздывает, торопиться не будет. Еще одна особенность – макияж. Без него девушки не выйдут и в магазин. Как считают Smart News, Нальчанки практически не улыбаются, но при этом необычайно красивы. А самой большой ценностью для них является семя. Что еще, Осман? А теперь к другим событиям. Пятерка велосипедистов из Кабардино-Балкарии лидирует во всероссийском конкурсе «Детали совершенства». Он призван определить лучших экстремальных велогонщиков. «Шарх» – именно так называется команда, что означает «колесо». Участников АИК-150 ждет несколько заданий. Первым был фотоотчет на велосипедную тематику. Ради этого наши земляки в Черкесках устроили фотосессию на склонах Эльбруса. Путем голосования они вышли на первое место. А вот уже в другом конкурсе, в мультимедийном проекте «Россия-10» Эльбрус опускается все ниже и ниже. Если в начале второго этапа главный символ Кабардино-Балкарии уверенно держался в первой тридцатке, то сейчас у двуглавой вершины чуть более 45 тысяч голосов и 39-е место. Достопримечательности соседних регионов расположились выше и даже борются за первое место. К примеру, мечеть сердца Течни на второй строчке. 12-е и 13-е места у дагестанской крепости на рынке Ла и исторического комплекса Эрзи в Ингушетии. Еще один соседний регион, который вошел в тридцатку лидеров – Эрсуаланья. Республику представляют Медограбинские водопады. Второй тур масштабного проекта «Россия-10» завершится 31 августа. А значит, копия горы счастья может появиться в ландшафтном парке «Россия». Не забывайте голосовать за Эльбрус. Свою лепту в это дело я уже внес. Спасибо, Осман, что напомнил про «Россию-10». Кстати, я тоже прямо сейчас проголосую. Сделано. Присоединяйтесь и вы. А сейчас о спорте. Подведены итоги ежегодной спартакиады среди отдыхающих санаториев курорта «Нальчик». Сегодня в здравницах находятся 1200 детей из регионов СКФО и Калмыкии. И практически вся молодежь на протяжении недели состязалась в футболе, волейболе, теннисе и шахматах. Лучших определяли в личном и командном зачетах. Самый высокий результат показали отдыхающие санатория «Горный родник». Победителям и призерам вручили медали и кубки. У меня пока все. Увидимся ровно через полчаса. До встречи. Эфир продолжает. Квартиры, дачи, земельные участки, оставшиеся без хозяев, теперь не будут переходить в федеральную собственность. После ухода из жизни владельцев в порядке наследования их получат муниципальные власти. Президент России подписал закон, уточняющий порядок перехода прав собственности на так называемое выморочное имущество. Это недвижимость, на которую не претендует наследник по родственной линии или по завещанию. Если раньше эти дома и земли, особенно в сельской местности, годами стояли без присмотра, теперь местные власти смогут с пользой ими распоряжаться, продавать либо сдавать в аренду гражданам и организациям. В Нальчике стартовала общественная акция «Помоги собраться в школу». Ее поддержала городская мэрия. Пункты по сбору учебных принадлежностей и одежды для будущих первоклассников уже открылись. Желающих принять участие в благотворительном деле, организаторы призывают купить констовары, учебники и другие предметы школьного обихода, либо взять шефство над конкретной семьей и целенаправленно оказать поддержку. Список тех, кому нужна помощь, есть в отделе по делам молодежи и общественных объединений администрации Нальчика. Подробности можно узнать по телефону 47 46 96. А сейчас еще раз вернемся к нашей еженедельной рубрике, о чем говорят. Осман Казаков уже на связи. Осман, тебе слово. Лена, доброе утро. Рубрику хочу начать с вопроса, как по-твоему выглядит настоящая Нальчанка? Как я уже говорила, наверное, очень красивая. Интернет-портал Smart News составил портрет жительницы Нальчика. По мнению журналистов, самая главная характеристика столичных дам – высокие каблуки, причем независимо от возраста, комплекции и времени суток. Особо не подчеркнули осанку. Нальчанка, даже если опаздывает, торопиться не будет. Еще одна особенность – макияж. Без него девушки не выйдут и в магазин. Как считают Smart News, Нальчанки практически не улыбаются, но при этом необычайно красивы. А самой большой ценностью для них является семя. Что еще, Осман? А теперь к другим событиям. Пятерка велосипедистов из Кабардино-Балкарии лидирует во всероссийском конкурсе «Детали совершенства». Он призван определить лучших экстремальных велогонщиков. «Шарх» – именно так называется команда, что означает «колесо». Участников, а их 150, ждет несколько заданий. Первым был фотоотчет на велосипедную тематику. Ради этого наши земляки в Черкесках устроили фотосессию на склонах Эльбруса. Путем голосования они вышли на первое место. А вот уже в другом конкурсе, в мультимедийном проекте «Россия-10» Эльбрус опускается все ниже и ниже. Если в начале второго этапа главный символ Кабардино-Балкарии уверенно держался в первой тридцатке, то сейчас у двуглавой вершины чуть более 45 тысяч голосов и 39 место. Достопримечательности соседних регионов расположились выше и даже борются за первое место. К примеру, мечеть сердца Течни на второй строчке. 12 и 13 места у дагестанской крепости Наринкала и исторического комплекса Эрзи в Ингушетии. Еще один соседний регион, который вошел в тридцатку лидеров – Эрсуаланья. Республику представляют Медогравинские водопады. Второй тур масштабного проекта «Россия-10» завершится 31 августа. А значит, копия «Горы счастья» может появиться в ландшафтном парке «Россия». Не забывайте голосовать за Эльбрус. Свою лепту в это дело я уже внес. Спасибо, Осман, что напомнил про «Россию-10». Кстати, я тоже прямо сейчас проголосую. Сделано. Присоединяйтесь и вы. А сейчас о спорте. Подведены итоги ежегодной спартакиады среди отдыхающих санаториев курорта Нальчик. Сегодня в Здравницах находятся 1200 детей из регионов СКФО и Калмыкии. И практически вся молодежь на протяжении недели состязалась в футболе, волейболе, теннисе и шахматах. Лучших определяли в личном и командном зачетах. Самый высокий результат показали отдыхающие санатория «Горный родник». Победителям и призерам вручили медали и кубки. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами и желаю вам удачного завершения рабочей недели и солнечных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok